В эфире проект «Место происшествия» на Первом городском канале. С вами Татьяна Грудинина. Смотрите сегодня. Разрезали кузов машины. У поворота на Посегово столкнулись Лифан и Хюанда Солярис. Пострадали трое. Вину не признает. В Уржуме за смерть шестилетнего мальчика начали судить полицейского Сергея Меньшикова. Задушили и подожгли дом. Областной суд поставил точку в деле двух Сергеев. Они жестоко убили двух человек. И начинаем с жесткого ДТП на дороге в Кирово-Чепецком районе. У поворота на Посегово столкнулись Лифан и Хюанда Солярис. Последствия ужасают. Чтобы извлечь пострадавших из салона китайской машины, спасателям понадобился специнструмент. Коллега Сергей Пичугин продолжит в рубрике «Обзор аварий». ДТП произошло 15 марта в 7 утра в Кирово-Чепецком районе. 24-летний водитель Лифана врезался во встречный Хюнды Солярис под управлением 38-летней женщины. Обе машины получили серьезные повреждения. Кузов китайского автомобиля спасателям пришлось разрезать специнструментом. Пострадали трое. Обоих водителей с тяжелыми травмами госпитализировали. Также понадобилась медицинская помощь 20-летнему пассажиру Лифана. Еще одно мощное столкновение двух встречных машин произошло в Орловском районе. По предварительным данным, 61-летний водитель Хонды ЦРВ попал под удар грузовика МАН с прицепом. После этого фуру сложило в кювете. Как видно, у внедорожника сильно искорежило переднюю часть. Травмировались водитель и 61-летний пассажир Хонды. Им понадобилась медицинская помощь. Шофер другой фуры попал в ДТП под мурашами. По предварительным данным, 70-летний мужчина за рулем КАМАЗа выехал навстречу, пробил ограждение и скатился в кювет. Водитель получил травмы. По информации ГИБДД, его не госпитализировали. В Амутнинском районе столкнулись два внедорожника. По предварительным данным, 58-летний водитель Шевроли Нива врезался во встречную Тойоту Лэнд Крузер. В этой аварии травмы получил водитель Нивы. А теперь ДТП в Кирове напротив 17-го дома по улице Лепси. По предварительным данным, 45-летний водитель Митсубиси Голланд сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. На место аварии вызвали бригаду скорой помощи. Сергей Пичугин, место происшествия. В Уржуме за смерть 6-летнего мальчика начали судить полицейского Сергея Меньшикова. Летом 2019 года 47-летний водитель Ниссана насмерть сбил Ваню Суворова. Через пару дней судмедэксперт сделал заключение, что в крови ребенка якобы был алкоголь. Детали этого дела в рубрике «Сводка». Авария произошла в селе Буйское. Полицейский ехал на кроссовере Ниссан по участку улицы Кирова. По данным следствия, сотрудник МВД превысил скорость и сбил 6-летнего велосипедиста Ваню Суворова. Сейчас полицейский Меньшиков свою вину не признает. А в прокуратуре уверены, что следствие собрало все необходимые доказательства вины водителя. Дело рассматривает Уржумский районный суд. Меньшикову грозит до 5 лет лишения свободы. В Октябрьском районном суде Кирова осудили руководителя подосиновского офиса продаж филиала «Энергосбыт плюс». Павла Бестужева обвинили в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. 310 тысяч рублей Бестужев получил от предпринимателя, который незаконно пользовался электроэнергией. За эти деньги Павел Юрьевич покрывал это предприятие. В итоге ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Бестужева приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 1,5 миллиона рублей. Полиция разыскивает молодого человека на видео. Его подозревают в краже мобильного телефона. 6 марта около 18 часов в гостинице на Октябрьском проспекте 93А он похитил смартфон за 5 тысяч рублей. На вид подозреваемому 20-25 лет. Если вы узнали человека на видео, звоните по телефону 67-43-18 или 8-999-225-64-33. В подъезде на Мостовицке вероятный закладчик испортил потолок. Жильцы дома предполагают, что возможно мужчина прятал наркотики. Он повредил две потолочные плитки и скрылся. Сейчас сотрудники управляющей компании обратились в полицию. Странного мужчину разыскивают. Сергей Пичугин, Михаил Вагин. Место происшествия. Кировский областной суд поставил точку в деле двух Сергеев. Жители Даровского района Пронина и Популова судили по трем статьям. За разбой, поджог и убийство двух человек. Сами они говорят, что изначально они не хотели крови, а пошли всего лишь на кражу телевизора. Какое наказание вынес суд в нашем следующем сюжете? На проверке показаний 41-летний Сергей Популов. По словам мужчины, именно его друг Сергей Пронин предложил пойти на кражу. Джентльмены удачи решили сделать все по-тихому. Они знали, что хозяева дома 78-летняя женщина и ее 55-летний сын будут спать. Ночью они пробрались в дом. У окна спала женщина в кресле. Слева на диване спал мужчина. Сына хозяйки дома, оказывается, Сергей хорошо знал. В какой-то момент он увидел, что потерпевший проснулся. А значит, дело провалилось и надо, как говорится, зачищать концы. Мне показалось, что он стал просыпаться. Соответственно, я испугался. И спал на подушке, какую-то подушку увидел. Пристал к нему и начал, как душить его. Чувствую, не справляюсь. Ко мне подошел Сергей. Ударил несколько раз свою кулаком. В итоге 55-летнего мужчину тезки задушили. Также попытались задушить и его мать. Уходя, они прихватили вещи из квартиры, а Пронин поджег обои у печки. Дом вместе с имуществом и людьми сгорел полностью. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии. А его мать погибла в пожаре. Телевизор, который так мечтали похитить криминальные друзья, они в итоге продали. Кроме вещей, похитили банковскую карту потерпевшего. Покупали на нее алкоголь, еду. Оплачивали счета в кафе. Потратили более 7 тысяч рублей. По данным следствия, похищенные вещи оценили примерно в 15 тысяч рублей. А сгоревший дом в 460. В итоге областной суд приговорил 40-летнего Популова к 14 годам в колонии строгого режима, а Пронина к 18 годам в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу. Сергей Пичугин, Михаил Вагин, место происшествия. Впереди у нас небольшая пауза. Не переключайтесь. Довольны? Вы адекватны? Конечно. Нарушил все, что мог. Непонятно, почему вы сразу не остановились? Вы меня снимаете сначала. На улице Пролетарской лихач на ладе устроил погоню. Решил погонять. Цепанул. На советском тракте гонщик на Шкоде лихо перестраивался и не заметил попутный автомобиль. Как не получить травму на ровном месте? Держаться за поручень? Зачем, когда интереснее посидеть в телефоне? В рубрике «Без происшествий» Илья Кошкин расскажет, как доехать здоровым на автобусе. И снова проект «Место происшествия». Мы продолжаем. Мгновенно поменял планы сотрудников ДПС-водитель 12-й модели ВАЗа на улице Пролетарской. Ночью инспекторы планировали перекусить, но перед ними резко повернула тонированная лада. И это было началом погони. Чтобы уйти от преследования, лихач нарушил все, что только можно. Не замечал красные сигналы, прокатился по дороге с односторонним движением и игнорировал инспекторов. Очевидцем задержания стал наш корреспондент Сергей Пичугин. На улице Пролетарской лихач на 12-й увидел инспекторов и сразу попытался скрыться. Полицейские и активисты ночного патруля поехали за ним. Справа сухо. Сухо, 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 сухо. Водитель 12-й во время погони, пожалуй, только один раз не нарушил правила. На пересечении с Октябрьским проспектом повернул направо, как и велит знак. Но далее одни нарушения. Сначала красный сигнал возле ЦУМа. Общественники за ними не успевали. Гонщик промчался мимо еще двух красных и не сбавлял скорость. Вскоре он свернул на улицу Труда, что называется, против шерсти. Там его и задержали. Почему вы так долго не подчиняли сотрудникам полиции, которые пытались вас остановить? Мужчина, я с вами разговариваю. Удивительно, что скрыться хотел не только 19-летний водитель Данил, но и его пассажир Андрей. Будто он был уверен, что минимум половину штрафов выпишут ему. Довольны? Да. Вы адекватны? Конечно. У него не было ни документов, ни намека на трезвость, ни желания участвовать в съемке. Непонятно, почему вы сразу не остановились? Вы меня не ведете, чтобы меня снимаете. Сначала это вот раз. А что такое? Вам что-то есть скрывать? В смысле? Если вы снимаете любое лицо, тогда я буду же сказать об этом. Водитель был согласен совсем, но просил лишь одного, чтобы ему отстегнули наручники. Не имеем. Список нарушений Данила внушительный. Это не остановка по требованию езда без страховки и документов на незарегистрированном авто. Также слалом по дороге с односторонкой. Кстати, санкция за это нарушение или штраф 5000 рублей или до полугода лишения прав. Ну и самое главное, это признаки повторной пьянки за рулем. А за это максимальное наказание. До двух лет лишения свободы. Сергей Пичугин, место происшествия. Когда не чувствуешь габариты своей машины. На советском тракте водитель Шкода резко перестроился и задел попутное авто. Как это произошло в рубрике «Видеорегистратор». На советском тракте водитель Шкода решил погонять, но, видимо, места было мало. Лихач перестроился из полосы в полосу. Потом зацепил владельца регистратора. Цепанул. Удар гонщик не почувствовал и уехал. Сейчас его разыскивают. А в Кирове во дворе водитель кроссовера «Хионды» зацепил припаркованную «Киа». Похоже, у виновника ДТП проблемы с выбором радиуса поворота. Он так резко вывернул руль, что поцарапал свое и чужое крыло. «Классика» и «Калина» едва не попали в серьезное ДТП с пострадавшими. Водитель «Универсала» не убедился в безопасности маневра и не заметил, как водитель «шестерки» пошел на обгон. Жертвами дрифтера на «Джиле» чуть не стал водитель и пассажир машины с камерой на улице Московской. Они хотели повернуть, а Лихач пошел в занос. Ехать! Стой, стой, стой! Долго! Поехали! Не увидел красный сигнал светофора водитель пола на улице Воровского. Он поехал и едва не врезался в темный кроссовер, который выехал с улицы Дерендяева. Что произошло с девушкой на «Ке» на пересечении улиц Солнечной и Воровского? Она в упор не увидела встречную машину с камерой и повернула налево. Укатилась без водителя в сугроб «Нива-Шевроле» на привокзальной площади. Видимо, у припаркованного внедорожника отказали тормоза. К счастью, самоходное устройство никого не зацепило. Сергей Пичугин, Михаил Вагин. Место происшествия. Как правильно передвигаться в общественном транспорте, чтобы не получить травмы и не провести весь день в больнице? Об этом в рубрике «Без происшествий» расскажет Илья Кошкин. Поручни в автобусе придумали не для красоты салона, а для безопасности вашего передвижения. Существуют определенные правила передвижения в автобусе, хотя многие люди о них даже не знают. Чаще всего пассажиры автобусов забывают про элементарные правила. Держаться за поручень. Зачем, когда интереснее посидеть в телефоне? Наша съемочная группа решила провести мини-эксперимент. Со скрытой камерой мы проехали на одном из маршрутов. И что мы видим? Вот мужчина, который в любой момент может упасть и повредить себе что-нибудь. Но и стандартная ситуация. Снова наш любимый телефон. Еще бы чуть-чуть, и этой девушке пришлось бы покупать новый. Но сейчас вместе с оператором мы сядем в автобус и узнаем у кировчан, знают ли они, как правильно передвигаться в общественном транспорте. Мужчина, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы знаете правила передвижения в общественном транспорте? Но. Читали? Но. Ну как правильно передвигаться в общественном транспорте? Сидя. Только сидя? Или держать за ручку. Немножко, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы правила передвижения в общественном транспорте? Нет. Куда я знаю, мы разъеду. Первый раз на автобусе? Да. Вы за жизнь ни разу на автобусах не катались? В патче с пожилыми и беременными снижениями. Да. Уверены? Да. А вы в курсе, что сейчас вы их нарушаете? Наверное. Немногие из кировчан знают, как же правильно передвигаться в автобусе, поэтому прямо сейчас давайте разберемся с этим вопросом. Для того, чтобы войти, у нас поручни есть, обязательно за которые мы всегда напоминаем держаться, обязательно за поручни, которые в салоне находятся. Достаточно редко пассажиры соблюдают правила поведения в общественном транспорте, а именно, заходя в общественный транспорт, не держатся за поручни, что приводит к тому, что пассажир падает, получает травму во время движения, и это является дороже транспортным происшествием. Войдя в автобус, нужно взяться за поручень, встать в удобную стойку, ноги на ширине плеч и обязательно держаться за поручень. Пассажирам достаточно сложно держаться за один поручень, то есть они вправе использовать данную ручку, но также хотелось бы отметить, чтобы пассажиры были более внимательны. Более устойчивы в таких ситуациях, так как ручка может двигаться и при даже легком торможении она может взвинуться, тем самым не совсем будет безопасно. Хотелось бы предложить такой вариант, если же пассажир держится за ручку данного вида, именно на поручни, то дополнительно держится за ручку сиденья. Быть из автобуса, если вдруг какое-то возгорание или ДТП, что дверь не открывается из той системы, здесь специальная воздушная система. Мне разрешили нажать кнопку, откроем дверь. О, пошел. Обязательно при выходе мы рекомендуем также держаться за поручень, чтобы это было безопасно. И помните, что за свою безопасность вы отвечаете сами. Берегите себя и свое здоровье. Меня зовут Илья Кошкин, это рубрика «Без происшествий». И на сегодня это все. Актуальную информацию вы можете прислать нам на почту mpkirovsobaka-inbox.ru либо позвонить по указанному номеру телефона. В студии с вами была Татьяна Грудинина. До свидания.